Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают На репетициях заниматься вокалом. А не текст учить. Сядь, ну что стоишь, как адмиралтейская игла? Сядь, не маячь. Чего его этот текст учить? В зале в салоне сидит народ. Понимаете, он все равно я этого текста не разбирает. Правильно? Все. Что главное вообще в артисте? Что главное в артисте? Более, главное в артисте — это харизма. Понимаешь, харизма. Ты еще только из подъезда вышел. Понимаешь, что твоя харизма уже публику разогрела. Вот как должна быть. И вообще сейчас такое ощущение, что в опере вообще просто нормальных певцов не осталось. Просто не осталось. Просто нет. Возьмем Хростоцкого. Возьмем. Да? Человек поет русские романцы в Лондоне. Я ему сразу сказала, для кого? Для кого вы это поете? Не поете. Он меня не услышал. Меня не услышал. Понимаете? Вот. Видимо, действительно, у человека слуха нет. Да. Или вот, например, вот это вот все, говорят Басков. Что это за оперный певец, который все время поет в микрофон? Что? Что он там пытается усилить? Или вот, например, Анна Нетребко. Возьмем Анну Нетребко. Понимаете? Все есть у человека. Артистизм. Желание работать. Все. Голос. Внешность. Это еще не повод. Понимаете? Это еще не повод делать у человека мировую звезду. Просто повезло. Ну, или вот, например, все восхищаются на Сарат Кабалье. Ну, что? Все восхищаются, да? Ну, человек поэту дуэтом. Вот с этим Фредди Меркури. С этим нашим вот этим. Коля, значит, опять же Басков. Да? Вот. И там этот самый Поворотти. Да? Она же одна вообще ничего не вытягивает. Понимаете? Что? Хотя кому? Кому сейчас я это говорю? Кому? И кто меня все равно не слушает. Понимаете? Вот я своему лучше тоже всегда говорила. Да, я говорила. Слава. Если будешь продолжать в том же духе, так останешься в лончелистом. Он меня и послушал. Да, я не послушал. Понимаешь? Так и остался в лончелистом. Это еще, слава Богу, что в самом лучшем мире. Да. Слава Богу. Вот прожила жизнь. С великим. Да. И вот все спрашивают. Коля Павловна, как попасть в Большой театр? Ну, как попасть? Как попасть в Большой театр? Я вам скажу, как попасть в Большой театр. Он, пожалуйста, на метро. Санкция театральная. Санкция театральная. Второй охотный ряд. Пожалуйста. Другого пути нет. Нет. Да, Боря. У нас, к сожалению, спектакль идет. Все-таки Большой театр. Люди купили билеты. Вот. Боря, правильно. Где харизма? Чем ты слушаешь? Я кому сейчас все это говорила? Кому? Большой театр. Ладно, садись. Ухожу. Ухожу. Но только ради публики. Что я всегда делала. Только ради публики. Мы бы хотели спросить уважаемых членов жюри. Геннадий Викторович. С удовольствием. Какое счастье, когда они кривят душой, можно артистке сказать, потрясающе. Спасибо. Светочка, я вас поздравляю. Вы знаете, я вот смотрел и думаю, что я бы с удовольствием этот номер взял для своего какого-то шоу в Санкт-Петербург. И можно, в принципе, уже его играть с завтрашнего дня. С удовольствием приеду. Это очень непростой образ, вы знаете. Потому что, ну, здесь, как говорится, нужно на грани себя чувствовать. Туда или сюда. Очень сложный образ. Но исполнено точно. Великолепный текст. Ничего не было переиграно. Как-то вот все в точку. И очень, и очень добрая миниатюра. Очень добрая. Я вас поздравляю. И спасибо, что я с вами сегодня познакомился. Спасибо. Спасибо вам, Юрий. Боже мой. Вообще-то какая тут красота. Боже мой. Как все прекрасно в этом зале. Какие прекрасные тут шторы. Добрый вечер, дорогие друзья. Вы знаете, я вам сразу хочу сказать, что я здесь человек не случайный. Потому что я решительно все знаю об искусстве. У меня подруга актриса. Вы знаете, просто изубительная артистка. Знаете, она один раз даже играла в эти дозыбону. Ее в конце пьесы своими руками душил народный артист Удбургской республики. А вы знаете, дорогие мои, вы знаете, у нее была такая восхитительная внешность. Она была некрасивая, но породистая. И вы знаете, она мне всегда говорила, Рина, главное в искусстве, как в любом деле, это кадры. Вот возьмем, например, объединительской культуры. Балеты училище развивает, фестивали контролирует, кино, театры открывает. Понимаете, это если говорить про Фурцеву. Но, вы знаете, появилась такая девушка, прекрасная, изубительная девушка Дона Гришаева. Она недавно, она недавно возглавила областной тюз. Прекрасная, изубительная. Наконец-то у нас появилось две женщины, которые изубительно руководят театром. Это Галина Волчек и Татьяна Доронина. А вы знаете, сейчас действительно подросло поколение таких прекрасных, гениальных артистов. Голубкина, Леонов, Ефремов. Но, вы знаете, это, конечно, не Голубкина, Леонов и Ефремов. Вот. Да. Вы знаете, да, вы знаете, сейчас ведь все по-другому. Да, сейчас все по-другому. Вы знаете, вот совершенно нет просто развития для творческой личности. Ну, возьмем, например, например, вот есть человек, он пишет стихи, музыку, сам поет, рисует. А если бы не домашний арест, то никто бы об этом и не узнал. Да. Мы видели, что Геннадий Викторович хохотал. Я хочу сказать спасибо большое тем, кто помогал Светлане в этом номере. Я имею в виду авторскую группу. Я хочу выразить свой восторг. Честно говоря, я с дрожью сегодня шел и думал, что будут делать, когда будут показывать Рину Васильевну. Просто низкий вам поклон. Спасибо. Спасибо. Супер. Спасибо. 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 Продолжение следует...